Спортивные костюмы и профессиональная подготовка не обязательны. Участники забега уверены, бег может противостоять зависимости. В первых рядах те, кто посвятил всю жизнь спорту. За ними любители. Легкоатлетический забег посвящен Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотам наркотиков. Сегодняшняя акция рассчитывалась на семейные пары, потому что первая цель – это действительно привлекать семьи к борьбе с наркоманией, поскольку если с детства приучить ребенка к спорту, то он будет интересоваться спортом, а человек, который интересуется спортом, никогда в жизни не станет интересоваться наркотиками. Перед стартом – обязательная разминка и по сигналу – вперед. Дистанция небольшая, всего один километр. Трудности добавляет жаркая погода, но к финишу участники приходят довольные. В жизни встречаются такие люди, к сожалению, которые подвержены этой пагубной привычке. Мы своим примером должны доказать, что лучшая борьба – это спорт, движение и жизнь. Мы выбираем жизнь. Лозунг дня – я выбираю жизнь. Здесь активисты молодежных организаций, семейные пары и дети. Некоторые из них принимают участие в забеге впервые. Но даже самые юные спортсмены понимают – бороться с наркоманией нужно вместе. Потому что из-за этого умирают люди, и это очень, так сказать, плохо. И поэтому я считаю, что нужен такой праздник, и для этого надо сраться. Было трудно, на самом деле, бежать всю дистанцию, но были, конечно, моменты, когда кто-то падал. Я тоже несколько раз падала. Но мы легко вставали и продолжали бежать. Организаторы считают, общество надо привлекать к активному образу жизни. Ведь по статистике наркотической зависимости подвержена молодежь от 14 до 18 лет. До зрелого возраста эти люди не доживают. И один взрослый наркоман за год своего существования втягивает в свою преступную деятельность до 15 человек. Поэтому, конечно же, мы мириться с этим не будем. Поэтому севастопольцы молодцы. В конце забега все участники получили сертификаты. Завоевавших первое, второе и третье места наградили кубками. Алина Пчелинцева, Денис Александрович, Севенформбюро.